Иногда есть фантастические, иногда есть сугубо иронические, ну, разные приёмы такие. То есть, если я правильно понимаю, сюжет есть главная форма, которая свидетельствует о том, что принцип автора реалистичен, да? То есть, обязательный сюжет или вот как вы считаете? Вы знаете, даже не обязательно, да, сюжеты, конечно, да, их много сюжетов, много, но общая ткань произведения, я понимаю её только тогда, понимаю, у меня тогда она, я воспринимаю её как здоровое для себя нечто. Так как вот в жизни я живу, если я буду бредить от высокой температуры, у меня будет много чего, оказалось, мерещится, но я понимаю, что это нездорово. Так и я не хочу бредить, я не хочу, я хочу, чтобы сколько можно только моя жизнь походила бы на реальность, открывала бы её особенности, её глубины. Сколько можно. А где нужно немножко отступить, где нужно дать какой-то символ, потому что символы в нашей жизни есть, только мы их не умеем видеть. А у Набокова есть сюжет? Ну, сюжетов сколько угодно у него, а как же. Он весь на сюжетах держится, да? Нет, ну как сказать. Нет, ну он позволяет себе в этом смысле большую свободу. Его так просто реалистом его не назовёшь, это уже нечто другое. Набоков для предшествовавшей до него русской литературы нетипичен. А теперь есть много подражателей, только не вытягивают они на его уровень. А подражателей много. Пошло. Когда я Набокова впервые читал, я никак не представлял, что у нас столько зародится его подражателей. Но это, наверное, несложно, поэтому... Несложно, несложно, да, потому что это безответственно. Фантасмагория, она всегда такая, как хаос. Это и безответственно, да. Как хаос. Это и безответственно. Да. Какое значение для жизни, для становления, для качества, для нравственности человека имеет испытания, которые были посланы? Грандиозные. Грандиозные. Страдание, как ничто другое, воспитывает душу. Как ничто другое. А если страдание, есть унижение? И что второе? А если страдание, это унижение? Если человек проходит через унижение? Нет. Унижение ничего не может. Это все может идти на выращивание души. Нет. Самое страшное, это безраздельное благополучие. Вот это конец души. Страдание. А разве у собственной души и у души человека нет собственных проблем, вне внешнего мира, вне внешнего влияния, вне давления? Это у глубоких людей, которые занимаются своей душевной жизнью. А большинство, если нет наружных переживаний, так и он ничего не переживает. Нет. Вы знаете, благополучие, отсутствие страданий способствует неразвитости души. Не то, что страдания надо искать, их не надо искать. Это было бы противоестественно. Но их надо мужественно принимать. То есть страдания оказывают благотворное влияние на души человека? Надо иметь мужественно их принять и понять, что их страдания посылаются зачем-то. Оно посылается с какой-то очень важной целью. Угадать эту цель. Правильно развиться это нелегко. Вот сажать тебя в тюрьму. Сперва кажется, ну это все конец, это невозможно. А вот идут времена, идут месяцы, месяцы, месяцы. Прошло 2-3 года, 40 месяцев. И ты начинаешь понимать, что эта жизнь очень глубокая и очень обогатительная душевная. Надо ее испытать, надо из нее уроки извлечь. Ну, я считаю, что если бы меня не посадили в тюрьму, то мое бы развитие прошло значительно беднее. Значительно беднее. Я это понимаю, но мне очень трудно принять это. Внутренне очень трудно это принять. Тогда что же, даже с логикой, что происходит? Если нам всем, людям, живущим в России, судьба посылает вот те испытания, какие она нам посылает. Мы должны становиться лучше. А мы с вами все время говорим о том, что огромное волнение за нравственность, за то, как меняются люди. Что же здесь-то делать? А порча сейчас идет, буйная идет порча, а не испытание страданием. Испытание страданием идет, конечно, когда голодает половина населения. Но порча идет гораздо больше. Через телевизор, через газеты, через общую атмосферу рвачества. Каждый живет за счет того, чтобы оттолкнуть других. Это гораздо разрушительнее. И это не страдание совсем. Совсем не страдание. Вот они приносят порчу. А когда человек долго болеет. Вы не замечали, что люди, которые в юности были прикованы к постели на какое-то количество лет, что-нибудь с ногой, с рукой, со скелетом или еще с чем-нибудь, они удивительно глубокие потом получаются. Они в юности очень глубоко развиваются. Как другие не развиваются. Как те, кто прыгают в футбол. Я много таких знаю. Как несчастная юность, так талант потом. Странно. Талант – это наказание или дар Божий? Дар Божий. Ну, наказание, если не умеешь ему правиться. А если он истязает, мучает человека, не дает ему жить, не дает ему по-человечески жить? Надо с ним управиться. Надо с ним управиться. Как? Ну, как, как. Если упиваться им, вот я талантливый, и упиваться этим, и хвастаться, и выпячиваться всюду, везде, козырять. Так, конечно, он тебе загружит. Так нельзя. Талант – это тяжелая, ответственная ноша. Надо ее нести, уметь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова